Привет, друзья! Это новый выпуск на канале Мистер Бритва, и сегодня в моем исполнении будет очередная забривка, очередные обзоры новинок канала, но и беседы на бритвенные и околобритвенные темы. Куда же без этого, куда же без них. Кому интересно, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь, ставьте лайки, занимайте места поудобнее, и погружайтесь в ту атмосферу, которую я сейчас постараюсь специально для вас создать. Как я уже говорил, буду сегодня бриться, буду обозревать новинки канала, давайте быстро ознакомимся с новинками, ну и далее перейдем к их тестированию на моем небритом лице. Небритость у меня сегодня 3,5 дня, возможно кому-то это интересно, кому-то важно и кому-то принципиально это знать. Итак, по участникам обзора давайте пройдемся. Лезвиями сегодня будут Ладос, это продукт московского завода Мосточ Легмаш, если я правильно произнес. Завод находится в Москве, изготавливает лезвия со времен Советского Союза, и сейчас в портфолио данного завода есть лезвия Ладос, лезвия Восход и несколько видов лезвий Рапира. Помимо этого, насколько я знаю, завод изготавливает для иностранных рынков сбыта лезвия под названием Шарп Стар, ну или что-то в этом роде, и ряд одноразовых станков и Т-образных безопасных бритвенных инструментов. В общем, более-менее известная компания, если с Восходом и Рапира и у меня не всегда гладко, то Ладос являются любимыми лезвиями данного завода. Они агрессивные, они достаточно универсальные, стоят копейки. В общем, ребят, у лезвий много плюсов, и сегодня ими буду прийти и показывать вам их в работе на своем лице. Лезвие сегодня будет работать в связке с советским косорезом. Это станочек, который на канале показан был неоднократно. Сегодня рука потянулась именно к нему, поэтому давайте сегодня им побреюсь, расскажу про рабочие характеристики станка, ну и узнаем, насколько хороша связка Ладоса и советского станка, и насколько эта связка обеспечит мне хорошее, гладкое, эффективное, безопасное бритье. Станочек «Алмаз». Неоднократно его показывал, неоднократно мы с вами его обсуждали. Выпускался в Советском Союзе с 1950-х по 1970-е годы. Даже если взять, что это станок из поздних партий, то примерно 50 лет моему экземпляру, ну и глядя на него, даже не задумываешься о том, что целый пласт истории, да, был, так скажем, современником этого бритиного инструмента. Станочек трехсоставный, ручка, голова, все более-менее здесь интуитивно понятно. Верхняя крышка, нижняя плита, косой рез, который достаточно четко и ярко здесь обозначен, тонкая ручка, покрытие хромовое, материал изготовления, скорее всего, силумин. Станочки подобного формата в Советском Союзе выпускались в нескольких экземплярах, ну, я имею ввиду нескольких, так скажем, внешних составляющих. Были с пластиковыми ручками, были с металлическими, назывались и Агат, и Алмаз, и Тонус, и Турист, в общем, ребят, станков было много. Сегодня одна из вариаций советского косореза будет у меня работать с московскими резами, Ладос, который я уже обозначил. После бритья буду пользоваться лосьоном польского пошиба. Этот лосьон я купил и получил примерно в начале августа текущего года, но добрался до него только сейчас, только спустя 4 месяца. Вообще на канале есть аксессуары, которые там были распакованы в прошлом году, и за год я до них так и не сумел добраться. Ну, ребят, не всегда успеваю обозреть то-либо иное, не всегда могу найти это дома, знаете, да, что я переезжал, поэтому еще все у меня упаковано где-то в коробках, где-то в шкафах, и не всегда попадается в поле моего зрения. Поэтому, надеюсь, что буду снимать чаще, надеюсь, что буду обозревать больше, и рано или поздно доберусь до всех своих, так скажем, нычек, и все вам обязательно покажу. Итак, что нашел для сегодняшнего обзора. Лосьон компании BS из Польши. Лосьон называется Royal Brand Old. Оформление, в принципе, нам с вами говорит о том, что это Royal Brand. Посмотрите, какая нарядная упаковка. Посмотрите, как все красиво. Упаковка большая. Она выполнена из картона, но сверху имеет такое интересное покрытие, то есть, как будто она еще сверху ламинирована. Это то ли эффект, связанный с окрашиванием коробки, то ли, может быть, есть какой-то специальный финиш у данной упаковки. Не знаю, ребят, как это правильно обозначить, но в руке ощущается, что коробка какая-то нестандартная на ощупь. С обратной стороны есть указания состава, есть указания способов применения. Мер предосторожности. Также указывается, где изготовлен данный продукт. Есть официальный сайт компании. Указан гарантированный срок максимальной эффективности. Здесь 100 мл. И также обращаю ваше внимание на надпись о том, что в лосьоне 60% спирта. Мало кто из производителей такую информацию указывает на своих упаковках, но вот поляки этим занимаются. И это уже не первый лосьон из Польши, на котором эта информация есть. За это в копилку польских производителей отдельный плюс и респект. Вот так вот все это дело здесь выглядит. Кому интересно, ставьте на паузу, знакомьтесь с информацией. Чуть позже вам флакон покажу. Обсудим его, так скажем, внешние виды и особенности. Ну а сейчас давайте двигаться дальше. За пену отвечает сегодня у меня крем. Как вы знаете, я сейчас в последнее время больше по кремам, чем по мылу для бритья. И свое внимание сконцентрировал именно в направлении кремов. Потому что они пенятся быстрее, пенятся лучше. Пена с кремом в большинстве случаев не уступает мылу. Крема дешевле, крема в уходе, так скажем, проще. Ну и в плане транспортировки есть тубы там крема по 20, 30, 50 грамм. Их удобно куда-то с собой возить. И не надо думать про сушки мыла, о том, где оно будет. Это большая банка и так далее. В общем, крема в последнее время мне нравится больше. Несмотря на то, что у меня есть еще много мыла для бритья. И нам еще с вами предстоит всю эту коллекцию мыла и кремов обозреть и как следует обсудить. Итак, английский крем компании ОСП. Это английский артизанский продукт. То есть это продукт не фабричный, а это продукт, который изготавливается ремесленником. Ремесленник отличается от фабрики тем, что ремесленник делает свою продукцию где-нибудь на коленке в домашних условиях. На кухне, в гараже, еще где-то. Есть, конечно, ремесленники, которые парятся. Покупают какие-то специальные дорогие примочки. Берут в аренду какие-нибудь помещения. Делают лаборатории и так далее. Но большинство ремесленников, современных ремесленников, это кустари. Которые занимаются изготовлением продуктов в каких-то более-менее походных или домашних условиях. Итак, ОСП Англия. Лондон. Крем для бритья. По кругу указан его состав. Здесь указана аббревиатура ОСП. Чуть выше она расшифровывается. Прочитать я это не могу, потому что английским не сильно владею. Думаю, что в моем исполнении это будет звучать ужасно. Снизу указывается, что это хендмейт. 100% натуральный продукт. Сделан в Англии. Точнее город Лондон. И чуть выше указывается аромат. В моем случае это 1882. Не знаю, что это значит. Честно сказать, на сайт компании не заходил. И информацию по этому продукту не черпал. Судя по внешнему оформлению, мы с вами в центре видим помазок. И с двух сторон видим листья папоротника. Скорее всего, это классический фужер. С характерным таким ароматом, связанным с лесом, мхом, землей после дождя. Какими-нибудь травами, растениями, ягодами и так далее. Скорее всего, классический фужер в исполнении английского артизана. Сбоку указывается масса продукта. Указывается номер партии. И указываются меры предосторожности. Беречь от попадания в глаза. Беречь от детей. Не использовать в пищевых целях и так далее. Баночка небольшая. Здесь всего 70 грамм. И сама емкость и крышка данной емкости выполнены из пластика. На канале уже есть обзор на подобный продукт. Ну, точнее на продукт этой же компании. Только сегодня на обзоре у меня 1882. А до этого был обзор на крем для бритья ОСП Сицилиан Лимон. Я под данным видеороликом оставлю ссылку на свой предыдущий обзор. Кому интересно, проходите по ссылке. И смотрите, как полтора года тому назад я продукт данной компании уже тестировал. Ну и можно будет ознакомиться с информацией, которую я доносил до вас полтора года тому назад. Открываю крышку. У меня здесь крема немного. Думаю, на пару раз побриться хватит. Ну, а далее освобожу баночку и займусь смыливанием какого-нибудь другого продукта. Решил обозреть именно данный продукт, потому что, как вы видите, его у меня осталось немного. Ну и пока не смылил, нужно сделать русскоязычный обзор на вот этот вот интересный английский продукт. Достану помазок. Познакомлю сначала вас с помазком, но потом перейду к работе в баночке с данным помазком. А работать я сегодня буду вот таким вот бюджетным продуктом из Ашана. Покупал я его то ли за 46 рублей, то ли за 49 рублей. Это небольшой такой домашний или даже домашно-разъездной помазочек, который я очень редко использую, но раньше был съем с большим удовольствием. Натуральный свиной ворс, небольшая легкая ручка, достаточно плотная адекватная набивка. В общем, ребят, для работы вот в такой небольшой баночке вполне себе достойный отличный экземпляр. Из минусов помазок очень легкий, то есть у него невысокая ручка, она к тому же полая, она очень тонкая. Такое чувство, как будто ворс вклеен в обычную пробку от какого-нибудь напитка. Несмотря на свою небольшую цену, помазок зарекомендовал себя как вполне адекватный рабочий продукт, поэтому я его сегодня взял. И поэтому сегодня у меня связка крема и помазка будет именно такой. За то время, что у меня лежит этот крем, он из крема, то есть из мягкой такой субстанции превратился почти что в мыло для бритья. Продукт очень-очень твердый, поэтому замешивать все это дело буду сразу в баночке. Аромат, ребят, действительно такой мыльно-лесной. Чувствуется здесь мох, чувствуются здесь лиственные деревья. Чувствуется какая-то нота цитрусовых. Сейчас пену взобью, посмотрим, что продукт из себя покажет на лице, ну и вообще, насколько рабочие характеристики данного продукта будут хорошими для нашего с вами дела. Продукт начинает пениться, пена получается достаточно пышная, но пена, судя по размеру и количеству пузырей, еще до консистенции не дошла. Продукт достаточно хорошо пенится. Я посмотрел состав, да, состав неплохой, состав более-менее натуральный, но за эту натуральность производитель просит каких-то неадекватных денег. То есть баночка в 70 грамм, да, вот этого продукта, что-то в районе 900 рублей, ребят, была, если мне память не отшибла напрочь. Поэтому, как бы, говорить о бюджетности именно данного крема не приходится. Но, насколько я помню, смыли в такую вот баночку сицилийского лимона, и я не остался под каким-то вау-эффектом, да, под каким-то сверхэмоциональным впечатлением. То есть, как бы, продукт-то, в принципе, такой, средний по рабочим характеристикам, ничем особым не цепляет, и я бы назвал данного артизана проходным. То есть, зацепиться здесь практически не за что. Да, английский хендмейт, да, интересное оформление, да, натуральный состав, но сказать, что характеристики здесь пять звезд, и что это лучший продукт, которым я пользовался, я пока что на данный момент не могу. Продолжаю я этот продукт пенить, пена уже начинает вылазить из баночки. Я еще сделаю небольшие круговые движения, насколько это вообще возможно, вот таким вот неудобным помазком, вот в этой вот неудобной баночке. Увлажню свое лицо, и мы с вами приступим. Никуда не уходите, сейчас я к вам вернусь. Был в душе до обзора. Пока снимал вступительную часть, разумеется, все на лице подсохло, поэтому необходимо увлажнить дополнительный раз. Так, все у меня здесь из банки прет в разные стороны. Сейчас соберу все лишнее из баночки, ну а потом займемся помазком. Продукт небюджетный, поэтому раковину выливать все не будем. Да, ребят, чувствуется классическая лесная тема, это действительно фужер. И мои первоначальные мысли при виде папоротника, в принципе, оказались актуальными и оказались в точку. Классический папоротник со всеми его прелестями. Это не сладкий аромат, это не унисекс. Сырая земля, лиственные растения, какой тут унисекс. Здесь мужской аромат, который, в принципе, будет актуален на холодное время года. Осень, зима, прохладная весна. Летом, возможно, аромат будет неуместным, но вот на холодное время года очень-очень-очень даже хорошо. Спенился продукт неплохо, распределяется по области бритья тоже неплохо. Массаж от небольшого дешевого помазка, кстати, есть. Несмотря на свою невысокую цену, несмотря на свой ужасный внешний вид, помазок-то, в принципе, работает. Я даже думал, я могу какую-нибудь ручку здесь придумать, чтобы сам помазок был длиннее. Но с учетом того, что я его нечасто использую, с учетом того, что он небольшой, компактный, может где-то в пути пригодиться, я его колхозить не стал. Хотя, повторюсь, желание такое было. Какой-нибудь креатив проявить. Какой-нибудь, оп, видите, небольшой помазок, что творится. Вылетел из рук, выскользнул и даже не спросил, как меня зовут. Дома-то, конечно, можно было взять что-то поинтереснее в плане помазков. Все-таки не в пути, не в дороге где-то бреюсь. Но вот эту небольшую баночку, лезть помазком с узлом какие-нибудь там 24-26 миллиметров, ребят, просто невозможно было бы делать круговые движения. Баночка маленькая, баночка неудобная. И, скорее всего, здесь расчет на то, что ты возьмешь вот этот вот жидкий крем пальцем, его в узел помазка, так скажем, вдавишь, ну и будешь заниматься работой либо на лице, либо в чаше. То есть, я так понимаю, что производитель изначально продукт под вспенивание в самой вот этой вот емкости просто не готовил. А в моем случае к этому необходимо было прибегнуть, потому что, повторюсь, у меня там все высохло и это уже не крем, это уже, ну, почти что мыло. Итак, друзья, я готов к совершению первого прохода. Сегодня чего-то по времени затянулось все, но надеюсь, что оно того стоило. Искренне верю, что бритье будет хорошее. Итак, друзья, советский косарез алмаз, лезвие ладос, первый проход, трехдневная щетина. Погнали! Помню я, что данный косарез достаточно мягкий, деликатный в работе, но при этом обладает хорошей эффективностью, хорошо, интуитивно им можно работать и где-то даже данный косарез прощает ошибки. То есть где-то надавить, где-то сделать какое-нибудь неловкое движение им можно. Он простит. Но, насколько я знаю, далеко не все советские косарезы могут так работать. Есть весьма агрессивные экземпляры советской бритвенной промышленности, где вот так вот, как алмазом не помашешь, где можно добриться просто до зубов и нанести себе достаточно серьезные неприятные увечья. Поэтому, смотря данный обзор, помните о том, что речь сейчас идет не про все советские бритвенные станки с косым резом, а просто про модель алмаза. которая таки, да, очень мягкая, и я сейчас опасности от данного станка вообще не чувствую. Но при этом я беру работу станка. Она мне нравится. Мягкое, эффективное бритье. Интуитивно понятное. То есть, мне не нужно ловить угол между станком, лезвием и гардой. Мне не нужно тут и схищряться, да, не нужно каких-то там сверхдвижений делать. Я просто веду станком сверху вниз, и он все делает абсолютно работу. И кожу бережет, и щетину бреет. То есть, здесь мягкая и эффективная работа. Он намного мягче Герман Сланта. И мягче, чем Меркур 37, либо Меркур 39. Но вот что касается Меркура, я помню, что я Меркуром выбриться нормально не мог. А алмазом могу. То есть, алмаз получается мягче 37-го Меркура, но при этом эффективнее в плане бритья. Вот такой вот, ребят, бритвенный парадокс. 37-й Меркур я продал несколько лет тому назад. А алмаз я не продал. Я доволен этим станком. Он меня удовлетворяет. Почему бы и не пользоваться им время от времени. Я сейчас быстро умой, с к вам вернусь, и мы будем заниматься вторым проходом. Первый проход хорош. Все на уровне, все достаточно приятно. По мазке осталось не так много пены, как мне хотелось бы. Поэтому я немного еще доберу из баночки. чтобы на втором проходе мне хватило, и чтобы я где-нибудь не остался без пены. Здесь узел небольшой, невысокий, поэтому даже на мои два прохода, стандартные два прохода, пены не всегда хватает. Этим помазком несколько раз брился. На канале есть мои старые облоры с использованием данного малыша. И в принципе, да, где-то хватало пены, где-то не хватало, поэтому здесь при покупке данного аксессуара необходимо на это обращать внимание. Хотя добрать из баночки никогда не поздно. Но если вы куда-то спешите, то выбор этого помазка будет не самым оптимальным решением. Если вы находитесь дома, либо где-нибудь на даче, после баньки, после хорошего размягчения щетины, решили в предбанничке, в небольшое зеркало побриться душевно, помазок, думаю, что вам поможет. Тем более, цена-качество у него просто выше всяких похвал. Не знаю, есть они сейчас в Ашане или нет, но вот я свой покупал, уже прошло, наверное, лет пять, если не больше, и он не развалился, и он жив. Высоких баллов я бы, конечно, этому помазку не ставил, но он полностью отрабатывает все те там 46 или 49 рублей, что я когда-то за него отдал. Он не красивый, он не очень удобный, но он рабочий. Здесь наоборот продукты красивые, дорогие и не рабочие. А толку ж того, что помазок красивый и большой, если он не работает. Или если он работает так, как вам не охота. Вот тут кабанчик свое дело знает и помассирует, где нужно, и пену взобьет, и щетину приподнимет. Ребят, 46-49 рублей вещь. И так, второй проход. у меня намечается первым проходом я снес всю основную массу щетины, на втором проходе я просто уберу все оставшееся после первого прохода. То есть, так называемые пеньки. Чтобы кожа была чистой, чтобы кожа была гладкой, и чтобы я свою любимую не всарапал и не довел до раздражения. на втором проходе станочек идет неплохо, не хуже, чем на первом проходе. Все тоже мягкое, все тоже хорошее, контролируемое бритье при достаточно неплохой эффективности. То есть, станочками ведешь, вроде на кожу большого давления не оказывает станок, не оказывает большого давления и воздействия на кожу режущая кромка лезвия, но все неплохо контролируется и все неплохо работает. Смотришь в зеркало, понимаешь, что совсем скоро достигнешь желаемого результата. Пару волосков из моего бюджетного небольшого помазка выпало, но он сбил достаточно хорошую плотную пену, которая сейчас успешно забивает станочек. пена получилась чуть гуще и вот местами станок даже как бы в этой пене вязнет. это неплохо, нехорошо, просто необходимо станок сполоснуть, чтобы дальше им эффективно махать во все стороны. Вот сейчас в районе усов прямо чувствую кромку лезвия на своей коже, но не чувствую опасности от ее присутствия. Ну вот и все, друзья. Бритье закончено. Сейчас я к вам вернусь, и мы будем завершать данный обзор и подводить к концу мой сеанс бритья. Никуда не уходите, скоро вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Достаточно скользкая пленка осталась после мыла. Смыть ее с первого раза оказалось не такой простой задачей. Поэтому сегодня умывался чуть дольше обычного. Но это были приятные хлопоты. Согласитесь, когда мыло работает хорошо, когда есть хорошая защитная скользкая пленка, и бритье безопаснее, и скольжение лучше. Нож потратить на полминуты больше времени на то, чтобы эту пленку смыть. Но не такая большая проблема, опять-таки, если вы никуда не торопитесь. Я сейчас никуда не спешу, поэтому у меня каких-то таких проблем с этой пленкой и не возникло. Ну, совсем другой человек. И бритье хорошее, и ощущения на коже просто непередаваемые. И сам процесс понравился. Участники обзора проявили себя, показали себя исключительно с хорошей стороны, и даровали мне кайф, даровали мне приятный результат, и даровали мне новые эмоции, которых порой всем нам не хватает. Этим бритье различными инструментами отличается от бритья одними и тем же. То есть, из какой-то рутины мы с вами делаем хобби. Поэтому меняем лосьоны, меняем лезвие, меняем станки, ну и все это дело постигаем путем тестирования на своем собственном лице. Итак, друзья, после бритья у меня сегодня будет лосьон BS Royal Brand Old. Выглядит флакон следующим образом. Это вот такой прямоугольник. Стекло. Достаточно тяжелый флакон за счет того, что у него очень толстые стенки. Обратите внимание, дно толщиной, как палец. Да и стенки, в принципе, тоже у него толстые. В общем, берешь в руки, понимаешь, что здесь стекла. Чуть ли не полкилограмма положили. Не понимаю, куда флакону столько стекла в этой части. Но если производитель посчитал нужным так сделать, то кто я такой, чтобы с этим производителем спорить. Оформление у коробки и лосьона совпадает. То есть, здесь все идентично. За исключением того, что коробка больше. Ну и на коробке все это дело, разумеется, разглядеть намного проще, чем в сжатом виде на лосьоне. Пробка пластиковая. Откручиваем ее. Внутри нет никаких прокладок, никаких дополнительных элементов. Просто пластиковая пробка и все. У флакона нет никаких дозаторов. Хотя горлышко немного сужено. Но и скорее всего, в понимании, так скажем, изготовителей, это и есть более-менее адекватный дозатор. Хотя я скажу сразу, что вот лосьон льется щедро и необходимо контролировать его выливание из флакона вам на ладонь. Ну, выливаю стандартно, примерно около грамма. Ну, плюс-минус, конечно. Весов у меня нет, но я думаю, что примерно где-то так. Растираю в ладонях, ну и наношу на свежебритое лицо. Скажу вам сразу, что лосьон хорошо спиртовой, хорошо жгется. Но это жжение, да, очень-очень быстро проходит. То есть спирт верхний слой кожи чуть-чуть, чуть-чуть припекает. Ну, припекает он чуть-чуть, если вы побрелись нормально, припекает он сильно, если вы побрелись плохо и кожу травмировали. Тут же это припекание уходит и раскрывается аромат лосьона. Аромат лосьона в моем понимании прекраснейший. То есть это старая добрая классика, схожая с Флойдом, схожая с Красной Москвой, схожая с табаком. То есть здесь такой хороший, мужской, тяжелый, винтажный аромат. Это сигары, это мускус, это какие-то пряности, это какие-то специи и это хорошая такая древесная нота. То есть в совокупности лосьон мне очень нравится, по стойкости аромата держится в районе трех часов, быстро впитывается, не оставляет липких жирных пленок, не оставляет сухости. Моей капризной кожи данный продукт очень-очень хорошо подошел. Стоимость лосьона вообще смешная с учетом его характеристик, с учетом его аромата, с учетом того, что это стеклянный флакон импортного лосьона, как ни крути, Польша, все-таки это иностранное государство. Лосьон действительно импортный. В общем, ребят, у этого продукта очень-очень много плюсов. Из минусов разве что не просто его достать, не всегда он на том же мейкапе есть в продаже, и из минусов это то, что вот его тяжелый такой древесно-сигарный аромат со специями возможно не всем понравится. Но это справедливо для всех лосьонов. Не всем понравятся сладкие ароматы, не всем понравятся легкие ароматы, не всем понравятся тяжелые ароматы, то есть здесь понятно, что на большого любителя, но в плане работы, ребята, у меня к нему вообще нет никаких претензий. Вот в моем случае работает этот BS Royal Brand. Лосьону огромная жирная пятерка, однозначно буду покупать еще любителям флойдов, табака и вот примерно созвучных, да, ароматов настоятельно рекомендую обратить внимание. ОСП поставлю 4,5 балла, в принципе все неплохо, скольжение, пена, увлажнение, все хорошо, все на достаточно неплохом уровне. Из минусов цена, да, небюджетная эта штука, из минусов то, что баночка не очень удобная, из минусов то, что продукт пенится сначала большими пузырями и необходимо его до ума доводить достаточно долго, но из минусов опять-таки то, что у этого продукта иногда есть неприятные ощущения от использования, то есть иногда ведешь станок и как будто он, да, вот этот вот станок, как будто он вот сбрил, но сбрил некомфортно, и это почему-то вот относишь к отсутствию защиты. Допустим, вот здесь сбрил и было неприятно, тут же пошел дальше, все хорошо, то есть как будто местами защита есть, местами защита нет. Я не знаю, как это объяснить вам, чтобы вы меня поняли, но искренне верю, что то, что я вам сказал, вам предельно ясно и понятно. Вот создаются такие какие-то ощущения, как будто где-то местами есть какая-то брешь, и я почему-то это связываю именно с работой данного продукта. Повторюсь, пенообразование неплохое, аромат неплохой, скольжение, по скольжению уходовое, все на адекватном хорошем уровне, поэтому рекомендую к применению и покупке, но с оговоркой, что не самый бюджетный. Да, крем для бритья, ну и тут невеликолепные рабочие характеристики, есть к чему придраться и свои, так скажем, замечания я по данному продукту внес и до вас постарался их через экран озвучить и донести. Лезвие хорошее, крепкое, опять обалденные лезвия за смешные деньги. Эффективно, четко, мягко и при этом эффективно и бескомпромиссно. То же самое касается станка. Хорошо, четко отработал, на первом проходе убрал длинную щетину, на втором проходе собрал короткую щетину, мягко, интуитивно, понятно, деликатно, безопасно, как вы видите, никаких проблем, никаких коцек, кровь из меня не хлещет, повлился я просто изумительно. Поэтому связка, станок лезвия пятерка, станок в отдельности пять и лезвия в отдельности пять. Лосьон я прокомментировал, крем прокомментировал, по мазку не знаю, ребят, стоит он небольших денег, то есть вообще смешных там, каких-то 46-49 рублей, натуральный ворс, работает хорошо, массирует, пену держит, пену отдает, единственное, что из минусов неудобная ручка, не самый приятный внешний вид и небольшой узел, который здесь немного в себе пены держит. То есть бритье в два-три прохода, но для этого помазка, ну, такое, да, испытание. Можно, конечно, с этого количества крема намазать себе на второй проход, но пены будет немного, она будет тонкая и лучше, конечно, из баночки все это дело добрать. Эти минусы компенсирует цена натуральной ворси рабочей характеристики. Я не знаю, что поставить данному помазку. Я поставлю ему четыре с минусом и вот эти вот, да, один балл, что я снизил, минусы, которые я озвучил, это, наверное, пожалуй, то, что я могу отнести к негативу при использовании данного помазка. А так, в основном, продукт неплохой, продукт бюджетный и рабочий. Для дороги, дачи, для пробы кабана в принципе можно брать, потому что и доступный, и рабочий, и дешевый, поэтому пробуйте, ищите, если в Ашанах вашего города есть, настоятельно рекомендую к покупке. Четыре с минусом это достаточно высокий балл для помазка меньше, чем за 50 рублей. Согласитесь, это именно так. На этом я с вами прощаюсь, бритье было хорошим, интересным, скоро чем-нибудь новым интересным поберюсь, ну и расскажу вам о своих ощущениях. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, до новых встреч, всем пока, пока. Продолжение следует...